Бульмастиф не такой крупный, как его близкий кузен Мастиф. Тем не менее, с высотой в 70 см в плечах и весом от 45 до 60 кг, это все еще большая собака. После первого впечатления, произведенного размером Бульмастифа, именно большая широкая голова передает суть породы. Темные глаза, высоко посаженные V-образные уши и широкая глубокая морда, все это вместе демонстрирует интеллект, настороженность и уверенность, которая делает Бульмастифа защитником и семейным компаньоном. Это послушные и надежные существа, но, как и в случае с любой большой охранной собакой, владельцы должны начинать обучение и социализацию рано, пока щенок еще достаточно мал, чтобы управлять им. В 1901 году мистер Бертон из питомника Торневуд бросил вызов группе зрителей на выставке собак, чтобы те взяли на себя задачу сбежать от собаки в наморднике, которую он привел с собой. Приз составлял один фунт, большая сумма денег в то время. Доброволец был человеком, имеющим опыт работы с собаками, но, должно быть, вскоре пожалел о своем поступке. Несмотря на то, что ему было дано преимущество, собака трижды преследовала, поймала и сбила его с ног. Тот, кто знал, что собака был Бульмастифом, не удивился бы. Выведенные егерями в больших поместьях Англии, собаки служили охранниками территории и были выведены мужественными, уверенными, сильными и быстрыми. Большой и мощно сложенный Бульмастиф имеет грозный внешний вид, который отлично сдерживает потенциальных нападавших или злоумышленников. В случае необходимости они решительно защищат вас, а в остальное время это любящие спутники семьи. Несмотря на свой размер, у Бульмастифа не очень много энергии. Пара коротких прогулок или игр в день удовлетворит их потребности. Конечно, у щенка будет больше энергии, чем у взрослой собаки, но они должны успокоиться к тому времени, когда им исполнится два года. Это вовсе не означает, что они ленивы. Порода может преуспеть в собачьих видах спорта, таких как ловкость, послушание и слежка. Бульмастифы также являются супертерапевтическими собаками, благодаря своему спокойному характеру и комичному выражению лица. Ранняя социализация, знакомство с множеством разных людей, мест, достопримечательностей, звуков и впечатлений. Очень важны для многом пород собак. Для них нормально проводить время в огороженном дворе или в питомнике, но лучше, когда эти собаки живут дома. Бульмастиф – молчаливый сторожевой пес, который задерживает нежеланных посетителей своим размером и присутствием, кусая только по мере необходимости. Бульмастифы отлично ладят с детьми и проявляют к ним удивительное терпение. Однако их размер может быть огромным для малышей. Бульмастиф не должен быть няней. Ни одну собаку нельзя оставлять без присмотра с маленькими детьми. Бульмастифы могут достигать веса в 60 килограмм, и большая часть этого веса – это мышцы. Жизнь с бульмастифом подразумевает, что вы хорошо обучили и социализировали собака. В таком случае рядом с вами будет прекрасная собака, любящая, верная и храбрая, которую можно обнимать, и которая станет вашим лучшим другом. Особенности. Бульмастифам не нужно много упражняться, и им будет достаточно нескольких коротких прогулок каждый день. Бульмастифы хорошо себя чувствуют в семьях, где работают оба родителя. Они не слишком озабочены одиночеством, но щенкам понадобится кто-то, кто сможет за ним присмотреть. Бульмастифы мало линяют и требуют минимального ухода. Бульмастифы могут быть агрессивными по отношению к другим животным, если они не социализированы должным образом. Бульмастифы склонны к тепловому удару, поэтому их следует держать в помещении в жаркую или влажную погоду. Бульмастифы пускают слюни и могут быть склонны к газу. Если вытирание слюни каким-либо образом беспокоит вас, это не ваша порода. Бульмастифам необходимо раннее обучение, которое продолжается на протяжении всей их жизни. Обучение и социализация помогают обуздать нежелательную агрессию и свои нравия. Большие и любящие, бульмастифы любят проводить время с вами на диване. Они занимают много места, но дарят вам много любви взамен. Бульмастифов можно назвать сторожевыми собаками, и они будут защищать свой дом и семью своей жизнью, если возникнет необходимость. Их размер и уверенность являются сдерживающим фактором для злоумышленников. Бульмастифы хорошо ладят с детьми, но могут случайно опрокинуть или наступить на малышей. У бульмастифов высокий болевой порог, поэтому бывает сложно определить, ранена ли собака. Бульмастиф не склонен к необоснованной агрессии, однако случаи нападения на людей были два, в том числе со смертельным исходом три. Бульмастиф безгранично предан своим хозяевам. Нейтрален по отношению к друзьям, семье и знакомым людям, но часто насторожен к тем, кого не знает. Не приемлят фамильярности со стороны незнакомых людей. Собаке этой породы необходимый простор и в доме, и на природе. Долгие прогулки и тренировки – залог хорошей физической формы бульмастифа. Дрессировка не представляет особых сложностей. Щенок уже в возрасте четырех месяцев с легкостью осваивает основные команды. Как и все малосы, эта собака своенравная, но упрямство, открытое нежелание подчиняться или плохая сообразительность в этой породе – редкое исключение. Бульмастиф понятлив, дисциплинирован и терпелив, серьезно относится к работе. Хотя игровые элементы во время дрессировки помогают скорее и прочнее закрепить усвоенные навыки. У этих собак превосходный нюх, и кроме педантичного поиска по следу, тренированные бульмастифы, даже в самых неблагоприятных условиях, безошибочно находят взрывчатку, наркотики и людей под завалами. Бульмастиф отлично ладит с детьми хозяев, а также с любыми животными, содержащимися в доме, кошки не исключение. Породу выводили в Англии для охраны лесных угодий от браконьеров. В XIX веке пойманных с поличным диких охотников ждала суровая кара. Зная об этом, браконьеры отчаянно защищались и нередко шли даже на убийство егерей, чтобы не попасть в руки правосудия. Для задержания браконьера требовалась сильная смелая собака, способная незаметно для человека обнаружить его в ночном лесу и задержать. Селекционная работа заводчиков породы быстро отсортировала бульмастифов с необходимыми качествами. Собаки молча по следу находили браконьеров в лесу, мощным броском сбивали с ног, но не калечили, а лаем звали хозяина. Поэтому бульмастиф от природы не брехлив и лает своим оглушительным басом в исключительных случаях, предупреждая о своем присутствии, если посторонний его не видит или не реагирует на грозное рычание. Изначально порода в Англии именовалась ночной собакой егерей. История происхождения бульмастифов История бульмастифа начинается примерно в 1860 году в Англии. Порода была выведена, чтобы помочь егерям в защите крупных английских владений. Браконьерство в поместьях было проблемой для землевладельцев, и обязанностью егеря являлось ловить воров. Владельцам нужна была собака, которая могла бы спокойно выслеживать, быстро преодолевать короткие дистанции и удерживать браконьеров, не повреждая их. Владельцы экспериментировали с несколькими породами, глядя на мастифа, который был слишком медленным, а затем на бульдога, который был в то время более свирепой собакой, чем сегодня. Из этих пород родился бульмастиф. Он объединил лучшие из обеих пород для работы, требуемой от него. Работа над созданием породы продолжалась, пока не было достигнуто соотношения 60% мастиф-40% бульдог и не образовалась чистокровная линия. Этот тип собак очень хорошо отвечал потребностям егеря. Собака могла выследить человека в лесу ночью, работать тихо и оказавшись достаточно близко к нарушителю, пёс мог сбить человека с ног и удерживать его так, пока не подходил егерь. Это был внушительный пёс, поскольку браконьеры использовали все имеющиеся у них уловки и орудия, чтобы убежать, зная, что им за нарушение владений грозит повешение. Бульмастиф должен был быть очень смелым и упорным. Много животных погибало от рук отчаянных преступников. Но эта порода стала именно тем, что нужно егерю, и хорошо выполнила свою работу. Сейчас бульмастиф в первую очередь семейный компаньон со спокойным, надежным характером, когда правильно обучен и социализирован. В 1924 году в собаках порода бульмастиф была признана английским кеннел-клубом. В Америке порода была признана в 1933 году. Внешний вид. Внешность бульмастифа поневоле привлекает к себе внимание. Это крупная и могучая собака. Грозный вид ей придает высокий рост, развитая мускулатура, крупная голова с черной маской и широкая грудь. Несмотря на свой устрашающий вид, владельцы современных бульмастифов знают, насколько эти собаки ласковые и любящие существа. Шерсть у бульмастифов короткая, но густая и блестящая, плотно прилегающая к телу. Окрас рыжий, палевый или тигровый, допускаются небольшие белые пятна на груди. Скрещивание английского мастифа и староанглийского бульдога дало бульмастифу не только мощь и внушительные размеры. При своих габаритах, это на удивление проворная, ловкая и быстрая собака с постоянной готовностью к работе и мгновенным стартом по команде хозяина. Бульмастифу изначально не были присущи признаки чисто бойцовых пород. Сегодня это уже скорее собака-компаньон и верный друг. Интересные факты. Собака, как известно, использовалась для охраны алмазных рудников Добирс в Южной Африке, а также в Нью-Йоркском поместье Джона Д. Рокфеллера, в дополнение к тому, что она использовалась в чрезвычайных ситуациях, таких как восстание Мау в Кении. Долгие годы бульмастиф по кличке Ганнер был своеобразным талисманом английской футбольной команды «Арсенал». Перед началом каждого матча Ганнера выводили на поле и демонстрировали публике. Нешуточный вид этого достойного представителя породы снижал накал фанатских страстей и число хулиганских выходок. А футболистам своей команды придавал своеобразный заряд бодрости и настраивал их на победу. Сегодня бульмастифы, утратившие свои былые боевые качества, считаются собаками-компаньонами. Единственное место, где сохранилось рабочее поголовье породы и где бульмастифы до сих пор несут сторожевую и охранную службу – алмазные копии компании Добирс в Южноафриканской республике. Содержание и уход. В плане содержания бульмастифы – универсальные сторожевые собаки. Они прекрасно себя чувствуют и в доме, и в квартире, и даже в уличном вольере, при условии, что животные не сидят в нем сутками. Единственное требование – никаких задворок и прикованных к будкам цепей. Бульмастиф – любопытная и общительная порода, поэтому подобная изоляция ее обижает и расстраивает. В квартирах экс-помощники егерей ведут себя скромно, предпочитая мирно дремать на диванах, так что спотыкаться о питомца вы вряд ли будете. Кормление. Большинство заводчиков бульмастифов советуют кормить взрослых собак кормом, а щенков – кормом для щенков крупных пород, чтобы обеспечить медленный и устойчивый рост. Для щенков лучше всего несколько небольших приемов пищи, а для взрослых – два приема пищи в день, поэтому собакам не нужно переваривать слишком много пищи при каждом приеме пищи. Из-за риска вздутия живота не рекомендуется выполнять упражнения непосредственно, да и после еды. Бульмастифов следует держать под жарами, особенно щенков, поскольку они очень быстро растут, что может привести к перегрузке их систем. Дрессировка. Раннее обучение и социализация имеют решающее значение для щенков бульмастифа. Порода может быть довольно волевой, и собаки, и владельцы получат выгоду от навыков, заложенных в щенячьем возрасте. Правила и распорядок следует устанавливать заранее и соблюдать по мере взросления собаки. Многие заводчики будут советовать новым владельцам записываться в местные классы для щенков, где щенки знакомятся с другими собаками, а владельцы имеют доступ к помощи и информации в процессе обучения. Бульмастифы могут преуспеть в ловкости, послушании и сплочении, даже в работе с запахами и в отслеживании, поэтому дрессировка должна начинаться как можно раньше и быть частью пожизненной связи между собакой и владельцем. Здоровье. Бульмастифы – крупная порода с тяжелым костяком. Чтобы выполнять работу сторожевой собаки, эта рабочая порода должна быть морально и физически здоровой. Ответственные заводчики бульмастифов поддерживают мнение Комитета по здравоохранению и исследованием Американской ассоциации бульмастифов и проверяют свое племенное поголовье на сердечные заболевания, дисплазию тазобедренных и локтевых суставов, гипотиреоз и проблемы с глазами. Как и у многих собак, как чистокровных, так и беспородных, у бульмастифов может развиться рак, а также вздутие живота. Наследственность и окружающая среда играют роль в здоровье породы, поэтому заводчики и владельцы должны работать вместе, чтобы разводить и выращивать здоровых собак. Как выбрать щенка. Кобели бульмастифа выглядят фактурнее сук, но и характер имеют доминантно-независимый. Кроме того, псы чаще подвержены аллергии и, как следствие, атопическим дерматитом. Девочки обладают менее выразительным экстерьером, зато они контактнее, лояльнее по отношению к детям и легче обучаются. А еще их можно брать парами, чего нельзя сказать о кобелях. Щенки бульмастифа довольно упитанные и тяжелые. Вес здорового двухмесячного малыша должен быть не менее 9-10 килограммов, трехмесячного от 17 килограммов. Если понравившийся экземпляр имеет низкую массу тела, это сигнализирует о болезнях и плохом уходе. Щенка для выставок лучше брать в возрасте 7-8 месяцев, когда его породные черты отчетливо проступают. Если необходим компаньон или охранник, затягивать не стоит. 1,5-3 месяца – лучший период для переезда в новую семью. Проверьте, тестировались ли производители помета на генетические заболевания, особенно на дисплазию. Обязательно уточните, как у суки и кобеля обстоят дела с пищевой аллергией. Ее юные бульмастифы часто наследуют от родителей. Всегда осматривайте всех щенков, если заводчик предоставляет такую возможность. Это поможет сравнить животных и сделать выбор в пользу наиболее смышленого малыша. Оцените однородность помета. У здоровой племенной суки не бывает слишком крупных, чересчур мелких щенков. Тщательно прощупайте хвост маленького бульмастифа. Часто у щенков бывают заломы на кончике, которые предприимчивые заводчики убирают оперативным методом. Когда такой малыш вырастет, его хвост будет короче, чем у собратьев, что отрежет ему путь на выставке. Загляните щенку в рот. Если молочных резцов больше, чем требует зубная формула, это не порог. Куда хуже, если их не хватает. У породистого щенка бульмастифа П-образный постав передних лап. Если в верхней части конечности сходятся в перевернутую букву В, животное расценивается как плембрак. У двухмесячных щенков бульмастифа всегда темно-синие либо карие глаза и никогда голубые. Для ЗКС лучше выбирать щенков с облегченным типом конституции, удлиненным корпусом и с таким типом прикуса, как перекус с отходом. Кроме того, малыш должен занимать лидирующие позиции в стае. Если же собака приобретается в качестве домашнего любимца в семью с детьми, разумнее остановить выбор на флегматичном щенке. В качестве квартирных питомцев идеально подойдут особи с тигровым окрасом. У них практически нет подшерстка и они не так сильно линяют. Палевые и коричневые щенки имеют тонкий слой подшерстка и лучше переносят холода, но и шерсти от них больше. Цена бульмастифа Привитый щенок бульмастифа ПЭД-класса со всеми необходимыми документами будет стоить 25 000-30 тысяч рублей расценки на потомство с перспективной внешностью, произведенное на свет чемпионами и импортированными особями посерьезнее 40 000-80 тысяч рублей за щенка.